Девушки отдыхают... Собольф ...тебе пиздец я найду тебя в Петербурге Собольф, Собольф, тебе пиздец Соболиф, Соболиф, тебе тут пиздец Фёдорова,. Фёдорова, тебе пиздец я найду тебя, где бы ты ни была Гудс и за Квинс Высоку ваши стрелы жили Зыно фьючур Аймо фьючур Аймо фьючур Аймо фьючур You know future I know future You know future Так I know future You know future And you know future Keep it Yeah You know I know future You know future There's no better When the Tolman There's no better I know future I know future Жак Фрескопа, скажи мне, если не давать нейролептику человеку, который в нем нуждается, человек же рождается здоровым, нормальным, добрым, прессует спокойно, его издевая, над ним издеваясь, избивают однажды Федорова, Федорова и прочие уроды, и он нуждается в нейролептике, но они считают, что он не нуждается в нейролептике. Когда он берет что-нибудь такое и уничтожает того, кто его избил, а потом уничтожает тех, кто избил его после того, как тот его избил, а потом уничтожает Федорову, и потом в конце уничтожает всех своих родителей, американских убийц, и потом в конце социальная реклама в голос. Вот что делать с человеком в нейролептике. Это не среда его сделала такими, он был изначально больным, а нейролептик, блин, виноват. Понимаешь? Нет? Понимаешь? Ну ладно. С какого черта я должен просить нейролептик? Когда меня его должны давать? Обязательно. Без нейролептика, блин, я пойду и заколю по итогу. Ну это шутки, конечно. Это из фильма из одного стата. Раньше бы я никогда не додумался, что человека можно заколоть сзади незаметно. А потом после того, как меня избили незаметно сзади напав, я понял, что можно и заколоть сзади незаметно, а затем и не убивать даже, а просто искалечить так, что он будет жить, но будет жить не очень-то радостно, как я. Ну, это тоже из цистата из фильма. Одного из американского плохие фильмы смотрел. Это Жак Фреско вообще говорит мне. Жак Фреско рассказывает, ты чё, Жак Фреско рассказываешь, какие-то ужасные вещи, мне страшно становится. Пограти рассказывает такое. Ладно. Нет, всё равно буду рассказывать, говорит Жак Фреско. И рассказывает там ужасные вещи. Короче, говорит... Жак Фреско говорит, что... Если бы его избили, девушка бросила, всё отняли, всё уничтожили, все его труды, которые он считал бы детьми своими, то он бы стал всех мочить просто. Понимаешь? Понимаешь? Говорит. Я говорю, как ты так можешь говорить? Ты же Жак Фреско, ты же добрый. Я говорю, да, добренький. Добрый, да, добрый. Добрый, да, добрый. Он говорит, что он бы соорудил специальное такое средство и проверял перед каждым входом. И нет возможности у этих добрых людей выпрыгнуть с окна. У некоторых стоит решётка, они не могут выпрыгнуть с окна. У некоторых... Некоторые могут выпрыгнуть с окна. Поэтому он бы изготовил специальные, быстрые, автоматизированные изобретения, которые бы сделали так, чтобы эти люди не могли выпрыгнуть из окна, когда он при его визите. Ведь Жак Фреско он добрый, потому что он всегда создавал, созидал, а его избили, решили всего, что он делал. Издевались над ним просто так, ни за что. Когда он нуждался в помощи, психиатриня издевалась над ним. Психиатр издевался над ним, ему связали руки и назвали его социально опасным. Когда он просто приехал за помощью в Красноярске. Понимаешь? Нет, не понимаешь? Ты после этого рассуждаешь, что такое добро, что такое зло, что такое добрый человек, что такое злой человек. Добрый человек может стать злым человеком в один миг. Просто ему повезло, что он не столкнулся с государственными, красноярскими психиатрами, психиатринями. Что он не столкнулся вообще с Россией, с полициальной. Поэтому он добрый. Но если бы он приехал сюда, если бы этот вегабон приехал в провинциальную Россию, он бы стал маньяком, или тяжелым наркоманом, или еще кем-то. Все зависит не от человека, а от его среды, понимаешь? Ну и в общем это... Жак Фреско дальше рассказывает. Блин, я не хочу. Жак Фреско, давай не будем. Это слишком жестоко. Ты что рассказываешь. Понимаешь? Слишком. Виде не поймут. Они не понимают. Никто не спросит, как он стал таким. Как он стал таким? Никто не спросит. Они просто наказывают человека, ставят на нем крест. Они не спрашивают, как он стал таким. Правильно. Правильно. Они говорят, он сумасшедший. Да я сам говорю, я сумасшедший. Но как стал с таким сумасшедшим? Задумайся. Нет, они не хотят задуматься. Им легче назвать человека сумасшедшим. Упечивала психушку или еще что-то придумать такое. Им легче просто ставить крест на человеке. Они никогда не спросят, как ты стал таким. Блин, ты был добрым в детстве. У тебя были друзья. Потом они стали скиндхедами. Они были какими-то странными ребятами. Я не знал, что это такое. Они стали странными ребятами. В общем, тебя избили. Потому что ты сказал, что это не то. Может у меня было плохое настроение или у тебя было плохое настроение. На самом деле все здесь в матриархате. На матриархальной культуре построенной. Если про девушку что-нибудь скажут, сразу готовы убивать друг друга. Вместо того, чтобы нормально поговорить друг с другом. Они не могут договориться. Когда два парня из России разговаривают на счет девушки, они не могут нормально договориться. Они начинают грубо убивать, сбивать. И до комы сбивать друг друга. Но с того, чтобы договориться. Она такая культура матриархальная. А ты какой счет ты собираешься? Ты забудешь? Синий, 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 синий. Она что-то вообще никакая. А зеленая? Я не трогал зеленую. Ты понимаешь, в чем проблема? Я считаю, что надо построить общество, где мужчины никогда не дают тракции за женщин. Никогда. Самые настоящие придут туда боёбы. Это были те из 19-го века, которые стрелялись ради женщины. Убивали друг друга ради женщины. Потому что в обществе считалось позором, если они этого не сделают. Всегда их считали позорищем. А сейчас наоборот. Наоборот. Наоборот, позорище, если ты из-за женщины идешь, убиваешь своего друга или какого-то другого мужчину. Просто так вообще, по сути. Потому что такие традиции какой-то придурок ввел. Интересно узнать, кто же это ввел, эти традиции. Наверное, это за запада пришло. Хочу, мне получается какая-то херня. Жак-фреск, ты отвлекаешь меня. Жак-фреск, ты отвлекаешь меня. Жак-фреск, ты отвлекаешь меня. Понимаешь? Я не могу сосредоточить, мне получается херня. Я ненавижу краску. Ненавижу краску жак-фреск. Я хочу рисовать мелками. Жак-фреск, давай уничтожим те, кто уничтожает других мужчин и смеется с мужчинами. Когда женщина пьяная избивает художника, выбивает ему глаза и они смеются. Давай их сделай так, чтобы карма их постигнула. Тоже самое. Можешь сделать? Не можешь. Так что, мол, что ты не такой уж крутой вообще. Ладно, вообще. Когда-нибудь их дети будут идти по улице, на них нападет пьяная такая же охуевшая шмара. Забьет их, заберет у них телефон, позвонит в полицию, скажет. Он на меня руку поднял. Он на меня украл телефон. Она не будет разбираться. Она будет на стороне этой шмары охуевшей. А все его слова будут восприняты как бред сумасшедшего. Его посадят в психушку. Понимаешь? Вот какое общество у нас готовится. Вот к чему оно. Оно уже пришло. Не понимаешь? Поймешь, когда стал сам слохнешься. А если ты сделаешь что-нибудь этой шмаре пьяной, которая на тебя напала, то тем более тебя посадят в тюрьму. Если ты придешь к психиатрине, богине психиатрине, которая ставит диагнозы, и она будет называть тебя мудаком, идиотом, придурком, дегенератом. А ты скажешь ей, ну вы дура, что вы так общаетесь, то она вызовет полицию, и тебя посадят в тюрьму. Понимаешь? Нет? Хочешь проверить? Сходи, проверь. Она еще скажет тебе, а если не посадят в тюрьму, то она скажет тебе, радуйся, что я тебе еще не вызвала полицию. Представляешь, какая она добрая. Понимаешь? Что такое, что такое современное общество, к чему оно клонит? И парни, когда тебе будут выплывать глаза пьяные шмары, они будут смеяться, сидеть смеяться. Можно ли назвать их парнями, мужчинами после этого? Я лично не считаю, что они не мужчины. Для меня мужчина это тот, кто спасает котенка, кота от холода, кто помогает бомжу. Точнее не бомжу, а просто опустившимся в мужчине, которого женщина опустила на элементы, и он стал опустившимся на дно жизни. Я считаю, что мужчина это тот, кто помогает мужчине другому, помогает живому существу не страдать, спасает его. А мудаки, то есть они настоящие мужчины, это те, кто издеваются над кем-то ради женщины. Женщина говорит, вас? Вот этот вот сказал, кто-то, 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 кто-то. Или даже не говорит ему, а он сам уже готов к нему наброситься. Что это такое? Так не безумие, нахер говоря. Пошла нахер, потому что она пошлет тебя нахер. Или она у тебя уже послала нахер, а ты все еще, все еще избиваешь людей из-за него. Что с тобой не так, чувак? Любая женщина пошлет тебя нахер рано или поздно. Хоть ты, будь ты Дрембо, хоть ты там десятерых, восьмерых, пятидесятерых изобьешь ради нее. Она скажет, иди нахер, у меня теперь, ну, ей надоел ты. Вот все. Понимаешь? Не понимаешь? Вот черт, даешь цветы. Она говорит тебе, хоть бы цветочек подарил хоть раз. Ты даешь цветочек. Все. Ты больше никто, она тебя банит. Ты в глазах ее вообще не мужчина. Представляешь, какая логика? И все фильмы, где мужчины друг друга избивают, это пропаганда в уничтожении мужчин. Эти фильмы, когда мы придем к власти, будут изъяты, уничтожены, сожжены, уничтожены. И мы будем снять фильмы, где мужчины друг друга поддерживают. Где женщина говорит мужчине, избей вот этого мужика, избей своего друга, обкради его и отдай деньги мне, потому что я богиня, а ты мой пес. То он говорит, пошла нахер, сама иди и делай, что хочешь. Она идет и делает, полиция ее ловит, садит в тюрьму, короче, и пошла нахер. Поняла? Это тебе не Россия, блин, где можно такое вытворять. Это тебе нормальное общество, где равноправие, блин. Где, если ты издеваешься над кем-то, тебе будут применены... Короче, все фильмы, все книги, где тупые рыцари грубо избивают из-за прекрасной дамы и все такое, все это будет запрещено. Но это будет, точнее, не запрещено, это будет показано с точки зрения, что это опущенцы какие-то настоящие, ну, с точки зрения... Ну, я провинциальный художник, я могу говорить такие слова. Ну, вообще, это полные опущенцы вообще. Ниже Плинтуса. Мораль в конце будет такая, что его женщина с тем же, с кем он дрался, пошла заниматься любовью, и он оказался бомжом в помойке гуляться. Вот так. Вот это хорошо, люди. Не так ли? Будут созданы организации по защите мужчин от женщин. Будут созданы организации по защите мужчин от мужчин, которые неадекватно себя ведут. Он обращается в меня и говорит, вот этот мужик, он ходит с женой, со своей женой, ему говорит, кинься на это, он кидается, как собака, и избивает. Кинься на это, он кидается, и избивает. И она выкладывает это в ВКонтакте, в паблике, на своей странице говорит, вот мой муж, какой настоящий мужчина. А эти мужичонки, короче, специальная служба приезжает, связывает ее нахрен, и холстом ее позанится, и еще к чему-нибудь. Ну, короче, наказание какое-нибудь. А мужа ее, говорят, изъяснительную работу проводит ему. Говорят, ты понимаешь, что ты просто пес, лакей, ты не мужчина. Перед всеми, перед собираются все мужчины города, все мужчины страны. И на связи с экран-свизором говорят, понимаешь, что ты пес, лакей, не мужчина. Если ты по приказанию женщины бросаешься к пес избивать незнакомых к тебе людей, которые ничего тебе не сделали, ты просто опущенный в чмо. понимаешь, он говорит, ему разъяснительную работу проводит. Ты можешь это понять? Если он понимает, то извиняется перед, то все. А если нет, то тогда, блин, не знаю. Это жесть, конечно. Эх, блин, ужасное время, в котором мы живем. Когда его изучают психиатры, следует его детство, как он стал таким, как кто ему внушил это. Показывают, что пропаганда постоянно 24 на 7 внушала мужчинам России, что нужно убивать ради женщины, что нужно кидаться туда-сюда, как собака, пес, прыгать, бегать, лаять. Если с другом разговариваешь о девушке, то есть обязательно избивать друга. Такая вот дичь была, пропагандировалась. И они избивали друг друга просто так. Не знаешь, вместо того, чтобы нормально разговаривать, как мужчина, нормально поговорить. Просто без агрессии, без маты, адекватно поговорить. Они избивали. Он избивал его. То есть он сильнее друга своего. Он избивал его. Вместо того, чтобы нормально поговорить, и все. Он так относится к тому, кто вообще не понимает. Мужчина, он может понять, имеет разум. С ним можно поговорить. Поэтому не надо драться. Нужно поговорить спокойно. Поговорить спокойно. Понимаешь? Когда я шел, писал надписи о том, что я для многих художников. Только женщины кидались на меня и говорили, что сейчас милицию вызовут. А мужчины, они пытались разобраться. Они хоть и кидались агрессивно, но они пытались разобраться. Либо были лакеями на побегушках. Они пытались разобраться, что мне негде рисовать. Я говорю, ну да, я действительно негде. Негде писать, негде. Ну не негде писать больше. И они видели, что надпись нормальная, неприступная, нормальная, хорошая надпись. Благородная цель. И они не стирали ее. А женщины всегда стирали ее. Работницы. Понимаешь? В чем разница? Женщина, когда видит человека, она сразу милиция, 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 милиция. Сейчас милицию вызову и начинает сразу на тыль, на личность переходить. А мужчина, он пытается разобраться. Он спокойно тебе говорит, я тебя сфотографировал. Ну как бы, чтоб ты больше так не рисовал тебя. При детях он не проявляет агрессию. Он нормально ведет себя. А женщина при детях в моем городе курит, пил, матерятся. Что уж сказать о том видео, о том доказательстве, где на меня напала пьяная. И никто не вступился. Никто. Никто. Вот и вся Россия тебе в одном видео. Никто не вступился, блин. Никто не вступился. Никто не вступился. Только смеялись. И еще смеялись над моей верой, над моей верой в бога, бога. Они смеялись. Не представляешь. Это все. Это говорит о том, что так кончено. Всем полностью кончен. Дальше уже... Это все уже. все дальше уже некуда ниже плинтуса это не я нормальном обществе блин их бы просто убили за то что они смеются мужчиной которого избивают пьяные шмары нормальном обществе здесь это мертвое общество здесь не будет ничего я тебе гарантирую через пятьдесят лет здесь не будет ничего нечего порядка кончертов с диван избивает выбивает глаза и себя не защищался меня бы не было сейчас глаз вообще если бы у нее нож была она у меня просто убил и не заметил это же десятков ударов нанесла понимаешь это россия провинции какого черта все выказался принял в нейролептик из-за таких добрых людей все сейчас полегче станет извините за негатив я не ко всем я уважаю женщин просто с некоторым которые кидаются пьяном виде издеваются и кидаются выбивают мне глаза я не как-то бывает что меня переклинивает и я говорю начинаю говорить об этом не знаю почему извините пожалуйста и 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